Калимарасас, с вами Анастасия Элефтериаде с выпуском новостей от проекта Ягрек. 10 июля президент Турции Раджеп Эрдоган подписал закон о превращении музея Агия София в мечеть. Премьер-министр Греции Кириакас Ницатакис осудил решение Турции сделать из собора Святой Софии в Стамбуле мечеть, и заявил, что это повлияет на отношения Турции с Грецией и всем мировым сообществом. Иван Савиди обратился к президенту России Владимиру Путину от имени верующих православных христиан и греческой диаспоры России с просьбой обратить особое внимание на сложившуюся ситуацию вокруг статуса собора Святой Софии. Член Совета Федерации сенатора Крыма Ольга Коветиди заявила, что передача собора Святой Софии под мечеть вызывает обеспокоенность и душевную боль православных и представителей всего цивилизованного мира. 11 июля премьер-министр Греции Кириакас Мицатакис позвонил константинопольскому патриарху Варфоломею и выразил ему свою солидарность и поддержку. Янис Политов на одиночном пикете посольства Турции в Москве обратился с обращением к Раджепу Эрдогану со словами «У тебя был шанс оставить о себе добрую память в веках, Эрдоган». На этой неделе посыл Греции в Россию госпожа Екатерине Насика посетила черноморские города России, среди которых Анапа, Новороссийск, Сочи, Геленджик. А теперь новости культуры. 9 июля в Московском музее «Азвет» открылась выставка «Выбор Костаки», посвященная Георгию Костаки, легендарному коллекционеру, открывшего всему миру работы русского авангарда. Выставка продлится до 8 ноября. 11 июля отметила свой 80-летний юбилей народная артистка России, художественный руководитель Московского театра музыки и поэзии Елена Камбурова. В ночь на 12 июля в Есентуках, на территории храмового комплекса Петра и Павла, дреки Есентуков отметили День святых первоверховных апостолов Петра и Павла под звуки понтийской лиры из рук маэстро Ильи Питанова. Афины, заняв четвертое место, вошли в десятку самых популярных европейских городов 2020 года. Это были новости недели от проекта «Я грек», с вами была Анастасия Элефтериади, ставьте лайки, делайте репосты, подписывайтесь на наш канал и пусть Господь оберегает ваши очаги. До встречи в следующем выпуске новостей.